не обзор еще один не обзор самый смак у нас нет ни обзор не обзор подготовки ноль даже меньше чем в обычных обзорах до у нас в обзорах то подготовки то нет википедия вам клуб держится еле-еле на википедии первые две строки там самое важное самый смак самый смак в первых строк до от латинского там все достаточно да ну что у вас здесь хамден бэйби да это хамден great house yes а почему так называется великий дом о о-о-о great house это на самом деле у них в поместье этот дом сарайт да и зарает это дома стоит и в этом доме в принципе у них исторически уже до того как эта семья которая сейчас харрисон харрисон начали как бы заправлять до этого уже это дом когда был построен уже исторически всегда там проводились различные ну как бы бизнес сделки в общем и семейные сходники такие такие в общем дом такой который вот именно вот характеризовал вот именно это поместье сумму такую прям вот что-то похоже типа как у клеммон например есть у них тоже есть здесь как раз таки домик изображен только здесь у них как бы как музей используется этот дом он действительно все еще до сих пор сейчас в актуале то есть там действительно все еще все происходит люди там да 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 там решаются самые главные вопросы хамден у нас это интересный ромб визи майки мы уже затрагивали вы затрагивали его да за все что за аромат я прям чувствую отсюда ой простить вот это самое и мы рассматривали уже зелененький да по моему у нас был был да какой папа оранжевенький был не зелененький был 46 градусов до у нас есть обзор так что можете посмотреть там более подробная информация именно по поводу ну самого страны становления хамдена и кто сейчас им владеет и так далее но конкретно этот выпуск да это 59 градусов great house это лимит это дишин до distiller садишины и лимит это дишину в одном лице он действительно ограниченный но скажем так ромовые маньяки он действительно сейчас разлетается как горячие пирожки и ну хамден известное имя в мире рома это действительно сейчас вот например тоже для тех людей кто хочет типа наш типу вот инвестировать типа виски там в ром и так далее сейчас в ром почему нет и если есть вопрос во что именно в какой бренд например пожалуйста буквально поголовно все выпуски хамдена можно покупать даже самые стоковые поверьте они через несколько лет они просто все будет все будет ну а это лимит это дишин да это второй бач 2 2 выпуск прошлый вышел по моему девятнадцатом году официально но реально он разошелся там в начале где-то двадцатого года в принципе закончился уже и теперь но его только вид на аукционах или на руках можно достать так далее и с этим в общем то история та же самая повторится в следующем году посмотрим я уверен что выйдет опять продолжение будет опять та же самая картинка тоже коробка но другая цветовая гамма некоторые люди разные ставки ставят но пока что остановлюсь что вроде оранжевый но зеленый оранжевый они любят а что по цене по по цене большая гордость на самом деле что мы сюда в латвии вот действительно поставили он у нас продается если живут наклейки наши это самое мы его продаем сейчас по 100 евро это действительно вопроса сейчас разлетается то есть принципе реально он стоит принципе ну хорошо пусть будет от 100 евро и выше принципе реально его цена сейчас он за 120 там 130 даже он уходит вообще не вопрос почему такая цена фабритик у вас низкая если он разлетается может ну слушаю надо тоже во-первых это самое привлечь людей во вторых как бы привлечь к тому чтобы они купили за 200 ну и не надо не надо жадничать нормально денег хватит на всех денег хватит на всех как бы мы даем тоже возможность просто еще попробовать как бы ну вот относительно нормальной цены да как бы попробовать действительно фантастические вещи редкие вещи как бы поэтому welcome welcome конкретно этот выпуск это в принципе blend blend из различных скажем так выдержек и содержание количества эстеров эфиров так называемых составе ты смотри каким образом в хамгане в принципе я не знаю мы затрагивали это или нет по моему нет даже в обзоре про хамгане что именно у них когда они удерживают они делают ферментацию и они добиваются определенного количества вот этих эфиров уровня то есть вот столько до столько это будет одна марка от стока до стока это будет другая марка марками называют так далее там различные есть самая низкая если я не ошибаюсь овх различные а бревенну ну ну и так далее ok тогда лена на и и самый высокий где наибольшее содержание эфиров это и уже идут cх там самый топовый по моему делки до моего ты вообще самая добра должен просто x да а еще есть просто х и хамден да и так далее принципе просто практически все эти аббревиатуры они обозначают различных ключевых личностей именно которые были связаны с хамденом и из прошлого и сейчас которого потому что несколько марок добавили именно семья харрис который сейчас владеет хамбан вот но суть заключается в том что это blend из более маленького здесь принципе и но это на самом деле inside информ информация что называется это инсайд да это часть оваха здесь идет большая часть и еще часть идет цеха по моему более высоких и маленькая доля делки типа это различные концентрации этих эфиру 3 3 и строк создает да да в принципе в принципе самые ходовая считается принципе л и руки да она такая вот на порядка там где-то 3 300 эфиров будет на вот этот гектолитр она одну очень концентрированная романтическая будет и так далее оваха это самый такой лол как лол там не бывает там не бывает относительно и майки относительно самый низ но вот например там диоке или там тоже самый цеха но диоке это это вообще принципе концентрат дикий абсолютно да и тот же самый цеха ну вот чуть перебору чуть-чуть перебор и они в принципе они не для того чтобы их пить в чистом виде как бы ну там реально у тебя не может глаза и орбит что называется или можно там стекло мыть добавляются именно для от выравнивания баланса и вот насыщение вот этих вот всех вкусовых и ароматистических тем поэтому так достаточно болтовал очень сильная кстати карамель сразу вот так мимо летом да здесь и вот такая действительно липкая такая которая на зубах прилипает эти квадратные такие реснички которые ты разворачиваешь и они потом потом хочешь полдня он все знаешь прилипает на разно вот так мимолетом было очень много здесь фруктов очень действительно вот прям ром-ром тропический ром прям на заднем фоне на бэкграунде где-то чуть-чуть до специи различные проявляются но действительно мощная такая фруктовая даже не фруктовая но от сладость действительно вот такая риска и карамель зефир да да розовый причем как как бриллиант во лбу лилузи надо него развлекаться на это слушай дайте фир действительно я согласен ах черт я теперь его только и чувствую да интересно 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 такой очень хрупкий баланс сам между эфирами и всем остальным что здесь много сладкого даже сладость действительно очень сильно проявляются эфиры да конечно из эфир но они так очень-очень как бы он очень тебя провоцирует попробовать знаешь вот опять же как это часто бывает с с вейлером да и вообще со всем что очень качественно и специально отобраны людьми которыми любят свое дело а значит очень концентрированный вкус и аромат не ну не не режет не бьет не мешает наслаждаться 59 градусов ну нету такого что знаешь прямо там алкоголь на ароматику вообще нету его вообще правда реально я его сейчас нюхаю ну ну ладно пусть не 43 ну 46 градусов реально не больше по ароматике ну правда ну да я бы сказал 43 ну давид а здесь практически 60 а здесь 60 почти все внимание такими волнами идет вкус сначала пробуешь сладко потом дают на язык эфиры а потом они исчезают и при уже вторая стадия сладости идет какая-то не не похожа на первую прямо вот . как американские горки не как американские горки и такой начинается с того что ты потом ты опа и потом вторая волна пошла или как сказать коронавирусом и третье она не похожи на не похожи совсем друг другая статистика уже другие товары нельзя супермаркете покупать другие чиновники вообще не похожи на первого не нельзя было колготки купить а сейчас колбасу просто разные вещи ну его хочется но опять же да хочется вот изучать и пробовать копаться с разных углов смотреть ананас очень спелый ананас она нас и много и бананов вот банан прям тоже машины сюда банан есть да да слушай не знаю попадались тебе или нет когда я детстве хорошего ну их куда-то короче с югов понятно что привозили но это не было африка это по-моему рабов кого непонятно не рабов а привозили бананы не вяленые типа бы но не такие в пачках тогда еще не было вакуумных пачек типа просто такие как но они выглядели они не очень они такие вот такие спали ответы какого ну темно-коричневый такой вообще понял то есть их в африке срывали с первыми вот прямо она и бхарри до латвии доплывали они гнили и здесь их характерно но 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 вот эти тебе именно именно вот эти именно их понимаешь по крепыши махом африке банановый понимаешь на это их пробовал наверно когда мне было лет наверное а ты знаешь что запах аромат это вот самый памяти будоражащий как сайт сенсор или чувство на иногда бывает у меня тоже такой бывать не веришь по улице и почувствуешь просто какие-то духи женские она но вспоминаешь много не все не все из этого что ты вспоминаешь ты хотел бы вспомнить но тем не менее когда мне было девять она была красивее не слушай здесь прям вау все я теперь попробую ну попробуй попробуй хоть очень комплексный ну ты не чувствуешь вот что волнами как-то идет волнами я вообще волнами ты не серфер вообще вообще чувствую нормально я прям с правительством здесь такая сладкая горчинка даже есть черт здесь очень много нас очень много но пожалуй я добавлю водички немножко в этот раз ну давай водички в этот раз еще вот так вот две ложечки положил зави только две до ну расскажи хоть что читаешь ты понимаешь что все таки не выпуск не не библиотека же да здесь ничего такого как бы our master distiller create this blend using the most respect representative marks of our distillery the distillery edition represents the authentic expression of the unique and unrepeatable style of triloney rooms ну типа нормально master distiller намешал такие самые ходовые марки короче ну самое лучшее взял смешал просто такие аутентичные аутентичное выражение в общем характерности хамдена и неповторимый вкус ромов из региона трилони трилони это у них скажем так центральная северная часть ямайки трилони там еще такой как заповедник у них получается как и хамден как раз стоит вот рядом с этим заповедник и что прикольно что они воду берут прямо из этого заповедника там типа ну сам заповедник чтобы понимал сколько их не бросили так не делать так что они даже брали пробовали брать воду короче из местного там города но продукт до получался совершенно другой вроде и дешевле выгоднее но вообще другого качества продукты и не то и они потом они построили там дамбу короче там заморочили сложили денег и нормальные так далее но деньги берут они воду засуну именно из этого заповедника с этого парка это очень прикольно животные мрут от жажды продолжаем хоть их лоба моему это даже самый крупный действительно как бы заповедник на ямайке такой но самый сухой там очень мало не она там на самом деле есть косяк у них в плане воды то что осадки всякие вот с этим всем на тоже геморрой потому что ему приходится подстраиваться по-разному как там и что-то там тоже было что-то там тоже было какое-то с этим связанные проблемы и там они эти дамбы по-разному они их усовершенствовали там по-разному надо возобновить инфу что там было плане этого ну там было да но это прикольно это прикольно да потому что воду они берут действительно не из города какого-то да там провода обычного да это круто это круто что тоже да вот например вот ты берешь какой-то ром который производит например независимый батуировщик там какой-то кто цыган негациант ну не знаю у вас различные были да там не знаю из трансконтиненталь да и так далее так далее так далее мизаны и так далее хорошие продукты и все и plantation например да различные но на что я хочу в контексте в контексте воды обратить внимание что вот например когда ты делаешь продукт вот например хамден вот он выпуск оригинальный его там же разбавили водой когда при ферментации да там дальше дистилляция все происходит потому что спирт они его разбавили водой с той же да и вот он готовый продукт все аутентичное получилось вот такое как оно есть а тут получается другая история например когда спирт готов его выгнали дистиллят поставили бочку он повыдерживался потом отправили в европу какую-то европейцев plantation например и сделал решил сделать какой-то винтажный выпуск я майки например хамбу и он берет теперь своей водой там во франции что это за источник да но я предполагаю что наверно plantation будут использовать тот же источник что они для коньяка своего фермент используют да но тем не менее а некоторые есть скажем так батуировщики которые не являются производителями параллельно они просто как закупает спирты бочки и сами вот где они берут воду а то есть источник может быть очень разный и вода на самом деле это очень сильно влияет тем более если ты берешь и скидываешь еще там до 40 или 43 значит много воды много воды да и это такой вот момент который действительно если ты хочешь идти по пути и попробует что называется вот здесь данном случае настоящий хамбен прямо мощный вот его характер прямо от первой буквы до последней вот пожалуйста тогда не надо брать до в европе какой-то а вот не в том смысле что в европейские варианты плохие но они другие ну да 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 а здесь все таки вот показательно вот он хамбен бай хамбен да и на выдержан бутылирован разбавлен водой да ну здесь что там все из-за 9 практически да у них бочковая крепкость минимальная там выровнили то по сути душа хамбена содержится в этой бутылке не слушает как же абсолютно фантастический фантастический продукт вот я сейчас добавил водичку сейчас пойдем попробуем еще раз пройтись и я думаю надо взять что-то с оценкой решить что ты скажешь по поводу цель ну я просто сейчас думаю насколько вот ты не жалеешь сотки не я штуку не дам жалею соку ну какая сотка что это вообще вопрос философский опять же возвращать нет я про цену ты сказал оценка потом сотку я заберу я не жалею сотку ну да я не жалею почему как бы зато как ну как как круто но что еще можно потратить сотку будете скажу закончится на есть вариант есть но тогда жалею тогда хоть и не ну блин это одно из это то что мне интересно и поэтому вот изучать и постоянно как бы новый горизонт открывать для себя это то что но меня очень радует меня прямо интересно потому что я уже говорил это вот в этой бутылке для меня природа и человеческий гений смешаны в одном и на выходе выдавшие вот это и поэтому но вот мне это очень интересно поэтому я не жалею мнение на самом деле так есть тем более ну объективно реально вот сейчас как бы за те же самые 100 евро но это хороший вариант потому что если не сейчас поверьте потом будет дороже как надо назвать не 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 обзора не реклама это не реклама потому что это нельзя купить в магазине хамден за 100 евро попал мне в горло очень дешево из латвии из латвии до рига латвия 100 евро 68 хуф короче блин ну вот я сейчас думаю 81 или 82 я наверное 82 до 82 все таки мне вообще во первых как всегда эстер меня радует я большой фанат уже много раз говорил а что меня особенно поразило это вот то как он ложится на язык вот те волны про которые я говорил сначала один как бы часть профиля потом она перекрывается эстерами а потом бам и снова выходит сладость но отличающаяся отличающаяся от той которая была вначале это прямо вот реально американские горки поэтому ну прикольно такого я вот редко встречаешь обычно бам и она как бы растворяется во что-то другое а тут прямо вот я говорю горки волны и супер очень рад 82 84 но вот до 84 характер мощный такой прям 84 даже я считаю что очень даже вполне гуманно может быть даже можно было бы больше с моего ракурса но пусть будет 84 но свой характер интенсивный мощного такой как он есть как он должен быть какой-то и ожидаешь именно от хамбана вот он во всей красе представим да здесь 59 градусов для тех кто хочет помощнее вот что-то вы никогда не догадаетесь что есть вся двигаться вот так вот слепую дашь но никогда не догадаешься но только если по да по вот но по этой ситуации вот по всей а так нет нет действительно алкоголь здесь ну ты потом уже его проглатываешь дата чувствую что да идет тепло но не 59 речни надо но это я еще до 1 до из показывает виктори это значит что мы победили мы хамбан мы победили хамбан или хамбан победил нас и не скоро ладно зрители снова спасибо что хоть и терпишь эти не обзоры если ты досмотрел до конца суши вообще вот это зрительно 85 оценка тебе тебе конкретно тебе ну возвращайся будут еще приходи смотри увидите фантастически в риге все пока 68